всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы с мамой решили ответить на вопрос меня часто спрашивают о том как мама худеет что она кушает как она кушает и так далее и почему худеет и все в этом духе дома да да я сейчас уйду из кадра и будет на это все отвечать моя мама то есть будет такое болтологическое видео хочу сразу сказать что мы никого не пытаемся ничему научить никому ничего не навязываем просто рассказываем как происходит это у нас и в принципе у нас суть с мамой одна это меньше кушать больше ничего такого америка мы никакой не откроем и никакой специальной диеты у нас нет в принципе на любой диете которые бы вы не сидели суть 1 меньше есть так что кому интересно такая тема продолжать смотреть с чего начать с чего ты ну худеть мама начала уже давно мы уже снимали видео у нас есть на канале где мы рассказывали о том мама рассказывала о том как она начала худеть принципе ей было тяжело и так далее и кто подписан на мой инстаграм тот знает что у мамы недавно была операция когда феврале феврале месяца маме делали операцию вот и конечно в период реабилитации скажем так мама похудела еще ну и плюс кстати так к вопросу о зубах мама у меня сейчас проходит лечение на эту тему и бывают дни когда конечно там после приема врача посещение врача да все ли там все расковыряют все сделают все наделают и в общем потом все болит конечно кушать такие моменты уже не хочется ни один день ни один день до болит но я могу сказать что вот стоматологические всякие процедуры у мамы проходит намного сложнее чем даже у меня вот и плюс все это долго затягивается у нас потому что у нее уже был один общий наркоз и врачи так как в этом году да только в этом году да и врачи и так не особо хотят браться за маму да вот так что так что вот такие вот моменты у нас есть которые вот способствовали скажем так маминому похудению что она похудела еще больше чем была ну и плюс конечно же питание вот расскажи о своем питании ну питание принцип какой на меня то есть поговорка завтрак съешь сам обед поделись другом ужин отдай врагу вот это основное то есть принципе завтрак у нас идет более плотной но опять же это все зависит от того какой у тебя день идет вот например если я дома остаюсь и буду тут готовить убираться и какие-то дела делать завтрак может быть и там кофе кашу кашу после больницы не ем пока наелась хотя тогда купила вот обычно хлеб булку стараюсь не есть ну в первую половину дня назад до 12 в принципе у тебя система такая же как у меня практически ну вот помнишь там вот когда никитка когда он занимался спортом тогда у тренер сказал что вот она себе позволяет например тортик какие-нибудь вкусные высококалорийные вот например тортики пирожные это все она есть до 12 а потом все а потом она прекращает потому что у них семье у нее семье все больше ста килограмм мама сестра и так далее а она сама тонкая и звонкая поэтому принципу я так делаю хотя один раз сорвалась помнишь антон купил нам пироженки вечером да муж мы как-то вечером нам купил пироженки после работы да но это не удержалось но опять же пироженка одно пирожное одно не не десять и даже не два одно всего лишь нет это было одно пироженки устоять было невозможно потому что это был эклер да это было все вот обед обед но обед там когда поем когда не знаю я обед не очень и обычно уже но я ужинаю обычно стараюсь до шести часов хотя вот тут был один случай вот когда позавчера да что-то поздно но я съел тогда был на ужин эти коренные ножки я просто съел две штучки без всего помните хотела чай попить да кофейку навела вот тогда на меня с бутербродами навелась я кофейку да ну там там хлебца был пожаренный и с этим сплавленным сыром вот и все и вообще вот еще принцип такой небольшие дозы порции небольшие ну да не ну обед обед ты же обедаешь бывают фрукты там банан например какой-нибудь мама съест бывает так как она сейчас проходит лечение то сильно она не на фруктах сейчас не разживется скажем так банан вот там что-то такое мягенькое если груша какая-нибудь мягкая появляется совсем да в этом отношении вот сегодня например бульон с макаронками да то есть если есть супчик то супчик мама поест порции обычно такие как у детям кладут поварешечку у нас поварешка 200 грамм ну грамм 300 хорошо как ты себя сдерживаешь чтобы не наедаться это самый главный вопрос например меня спрашивали как я себя сдержала когда ты оладушки нажарила как вот себя сдержать а просто вспомнить как тяжело все это как тяжело все это потом скидывать вот это самое страшное то есть вот принцип такой что ты должен поставить перед собой цель я должна похудеть вот если человек ставит перед собой цель что я должен похудеть то ты принес цветочки он нам принес спасибо я маме тоже тебе и маме цель была такая что вот нужно похудеть и если тебя еще главное поддерживают в этом отношении твои родные близкие окружение твое они подхихикивают они подхихикивают да они подхихикивают а дергивают вот надо осознавать что еще будут срывы это вот сто процентов бывают срывы ты скинул вес там много я не знаю много много не знаю не знаю я тогда вот сколько неделю не ела на воде сидела я немного скинула ну кстати да вот кто-то по поводу голодания вот мама в больнице голодала ну ты на капельницах жила ну и что так завтрак вода обед вода и ужин вода все мне ничего не кормили водичка обыкновенная бутылочки пьешь пьешь ну капельница там же с антибиотиками много не скинула килограмма три и все это в больнице да основное скидывание было это вот это больничная еда где там все на воде все жиденькое бульончик который вообще есть не хочется иногда потом под конец под конец первая это была еда это вообще сказка после голодовки ну да это вот кстати к тому к моей поговорке хочешь кушать скушай яблочко не хочешь яблочко не хочешь кушать я к тому что если вы хотите что-то пожевать открываете холодильник и начинаете выбирать еду значит вы не голодная значит нужно закрыть холодильник и уйти попить водичку попить водичку вот да то есть здесь как бы не привязывайтесь к слову яблоко а если хотите кушать скушайте кашу да вот хотите кушать открывайте холодильник думайте вот я хочу есть налейте себе тарелку супа хотите вы суп нет если не хотите значит не голодная значит закрыли холодильник и ушли Абсолютно. Потому что, когда мне в ужин разрешили покушать, это была манная каша на воде без сахара, без соли, без всего. Просто на воде синенькая-синенькая. Ну, это было просто. А почему ты, когда приехала с больницей, не сорвалась? А во-первых, это, во-первых, страшно набирать. Во-вторых, по показаниям нельзя набирать показания. А потом же это же приятно, когда ты смотришь, а ты скинутая. Килограммы 3, 4, 5. Так вот по поводу вот этих самых, то, что окружение. Я понимаю, что тяжело, когда, например, там женщина сидит, там вареную морковку жует, а все едят мясо, колбасу, сосиски, что-то такое. Конечно, это тяжело. Какое-то время организм сказал, ну все, короче, пошли кушать организм-то тебе. Пошли к белому другу в холодильнику. В это время тоже, чтобы кто-то был, который тебе одернул тебя, вот. Который сказал, нет, не купил то, что хочешь. Вот, пожалуйста, и попросила Наташу купить мне печеньки. Самые простые. Вот там Мария, чтобы она была не сладенькая такая какая-нибудь. Вместо этого она купила мне сырки. Вот и все. Немножко. Немножко, да. Вот печеньки и закончились. И уже не хочется. И уже не хочется. Там нашла хлебцы какие-то. Какие-то хлебцы были. Уже не хочется. Вот. Вот это надо перебороть. Самое главное. И вот это похудение, это самое тяжелое. И потом, вот, например, если женщина в возрасте, резко худеть тоже страшно. Потому что врачи сразу же, у них такая реакция, так. Так не только женщина в возрасте. Когда беременная, вторым ребенком была, когда они узнали, что я похудела, они меня сразу отправили к эндокринологу. Да, это к эндокринологу. И сразу же это может быть и те, которые вот там думают. Ну да. То есть резко тоже это как бы сразу подозрительно становится. Ну а самое, да, самое тяжелое это пережить срывы. Ну а скажи, а сейчас тебе тяжело жить? Вот так вот, не кушая всякую ерунду? А не хочется. Вот, например, сладкая. Мама у меня была сладкоежка. Жуткая. Такая, что у нее под подушкой были конфетки. Фантики. Ну да, фантики. Фантики были. Фантики. Это же святое дело вечером. Взять конфетки, взять книжку, кинуть тело свое на кровать и вот так вот. Ну а сейчас тебе тяжело без конфет? Нет. Вообще не хочется. Может быть иногда хочется. Вот помнишь, вы мне тут подарили на Новый год там. Вот Катя подарила тогда вот этот набор шоколадок, да? Люка мне тогда подарила вот этот, да. Самое интересное, что вот если иногда хочется, вот иногда очень редко, но вот на вот эти дешевые конфеты, которые вот не пойми чего, сладкая вот эта, сладкая, красная, коричневая вот эта масса, которая не шоколад, а черти что, его не хочется. Вот честно говорю, абсолютно не хочется. Больше может быть даже какую-нибудь сосульку пососать, леденец, чем вот этот шоколад, не хочется. Больше, да, становится хотеться такой еды, как бы, ну, еды именно, то есть не конфеток, чипсов, там, лимонадиков, а начинает хотеться там, я не знаю, какой-нибудь рыбы, или какого-нибудь там, шашлыка, мясо, или еще что-то. Нет, вот иногда, это, ну, иногда это тоже, это привычка, чипсы, вот если мальчишки едят чипсы, ну, возьмут две-три шишечки, все. Ну, да, много уже не хочется. Да, то есть не берешь там вот, например, пакет, и ты все съел. Вот этого нету. Иногда футфрукты, футфрукты хочется, а сейчас по весне так вообще хочется капусты. Да, то есть начинает организм на такие продукты, которые раньше вот не хотелось. Раньше хотелось печенье, конфет, шоколада, пирожных и тому подобное, а сейчас бывает хочется там, да, вот капусты или там что-то такое. Вот именно самой еды хочется, а не чего-то другого. Так вот ты и не ответила на вопрос, как себя сдержать? Вот, например, нажарила оладушки, целую миску. Как себя сдержать, не съесть полмиски? Ну, вообще, вот как говорится, вот у меня есть три, три, образно говоря, три друга. Это вот вредитель, хомяк и жаба, так образно говоря. Ну, вот вредитель он, который подвизюкивает, давай-давай-давай-давай-давай-давай, сидим-сидим-сидим, давай поедим, мы вкусненькая. Как бы его задушить. Жабу, больше включить жабу, что вот ты вот сейчас уж так полнеешь, и это вот все, что ты купила себе, вот такое вот это, ты в него не влезешь. Жаба денег. Нет. Ну, или нажарить столько, чтобы хватило только твоим домашним, вот, например, как вот у нас еще... Все надо попробовать. Ну, попробовать это понятно. Вот как вот у нас еще там пожарили, это мальчишкам, это детям, это там этому. Да, это у нас дети есть, а вот есть некоторые, которые уже большие дети. Или уже... Не покупать, проходить мнимое дело со сладостями. Да. Главное, магазин идти сытой. Ну, магазин сытой, и, может быть, как-то бюджет поменьше с собой брать, денежку, и проходить просто, не заходить в этот отдел, в отдел со сладостями. И как-то не получается. Ну, как это не получается? Я мелько прохожу. У них же тоже маркетинговый уход у этих идет, которые в магазинах. Просто... Вот как у меня, например, смотри, вот утром, да, я, например, еду на свои занятия с утра. Вот я поела, поплотнее могу яичнику пожарить, там водороброд съесть, выпила свой цикорий и поехала. Поехала, взяла денежку. Вот у меня в кошельке. В основном у меня деньги на карточке. Взяла денежки... В туалет? Для платного туалета. Вот. Все. И призной. Все. Вот я вышла, приехала, вот во сколько я, например, еще восьми нету, да? Восемь. Ну, восьми нету. Где-то по восьмому. Вот я позавтракала, поехала на свои занятия, позанималась, поговорили, в три часа я ушла, подъезжая к остановке. Хочется кушать. Пить и кушать хочется. Очень. Я тут считаю, сколько там. Как бы время обеда. Вот смотрю, у нас там ларьки, какие пирожки вкусняшные, до невозможности. А там расплачивается карточка. То есть карточка, вернее, не расплатится, там только наличку. Идешь, например, там тебе нужно какой-то вот магазин там в Леонардо пройти. Надо мимо проходить Ашана. Вот можно было бы заскочить, булочку купить, да? Смотри, что там народу много. Нет. Вот это, включаешь. Ну да, просто... Не хочу стоять. Не давать себе повод соблазна, и все. И все. Просто уводить. Это тяжело. Это вот медитация. Медитировать, медитировать. Поначалу очень тяжело, сейчас же тебе уже не так тяжело. А теперь спокойно. После... То есть вот эти все, как бы получается, все вот эти твои проблемы, вот как вот у меня в больнице, там вот сейчас с зубами. Это как бы не оха... Ох, несчастная, бедная, несчастная. А наоборот использовать его положительно. Да. Зато похудею, да? Да, зато похудею. Да. Конечно, было бы 70 у меня план, но я не знаю. Можно, конечно, но я уже подумаю, наверное, нет, не буду 70, потому что проблема все в том, что ты не молодая. Вот, и кожа уже не та, и получается, что у тебя растянутая кожа была. Вот, теперь ты начала худеть, и начинается вот эта... Она не убирается. Дряблость кожи. Дряблость кожи. Дряблость кожи. Она не убирается. Если у молодых может убраться... Ну да, у меня же убралась. Да. Что-то убраться, то здесь только... Как это? Косметическая операция. Я же спрашивала у доктора. Но все равно сбросить всегда нужно. Хотя бы сколько-то. Да. Это и легче. Все-таки легче же тебе. Да. Во-первых, надо не забывать, понимаете как? Так, вот мы уже, как говорится, мы уже дома. Вот. Уже сердечко не так работает. Уже наш главный моторчик не так дышит. Легкие уже им сложно. Они уже пообносились, потому что у нас... Все знают, что жизнь очень сладкая была в то время. Работа, дети, еще где-то продукты найти. Не говоря о том, если у нас в Питере проблемы были, то они говорят, что там уже говорить про другие. Это с работы бежишь, занимаешь очередь. Прибегаешь, поготовить и так далее. Дети, внуки, свои какие-то проблемы. Все вот это идет, и все накладывается. Сердечко уже не то. И вдруг, и тут вдруг вес. Это, это ведь, понимаете, это вот то же самое, что набрать 5 килограмм картошки в сумку, еще что-нибудь туда прожить, и все время с собой таскать с любимой. Все время, везде. Это то же самое. Сердце-то не выдерживает. Это раз, а потом, ну, умирать от еды. Вообще, что-то сумбурно у нас получилось. Да. Я хочу, давай уже подведем итог. В итоге, какую, какую систему питания ты сейчас придерживаешься? То есть, что вот примерное меню на день, какое у тебя? Примерно, ориентировочно. То есть, завтрак, мы поняли, это бутерброд, яичница, или отварное яичко. Иногда ты йогурт кушаешь, иногда творог кушаешь. Творог вот это все. Вот, например, да, баночка творога, бутерброд. С колбаской может, может с сыром, может с маслом. С плавленым сейчас с сурком. Вот сейчас, да, плавленый сыр я купила. Сейчас без колбасы. Вот. В обед, ну, в обед. Если есть у нас суп в доме, то ты ешь суп. После выходных я доеду. Мама кушает суп. Если супа нету, то мы с ней иногда, бывает же ты, рис какой-нибудь, или еще что-то такое. Да, вот все вот остатки подбираем. За выходные подбираются остатки. Ну, это обычно вторник, понедельник, вторник, ну, среда. Среда уже там что-то готовишь. Например, бульон остался, я обычно его там жарю лучок, в этот бульон кидаю лучок, рис, и получается такое вкусное очень... Типа ризотто. Ну, типа, да, типа ризотто. Ну, вот что-то такое. Не пропадало. На обед, да, может макарон, но все в маленьких количествах. Важно количество. И можно положить маленькое блюдечко, но подойти к кастрюле 3 раза или 5 раз, да. Главное, что вы как бы постепенно уменьшать порцию и вот так вот кушать. Я беру вот такие вот ложки у меня. Да, и ложка. Это тоже, да, такой лайфхак, что маленькой ложкой быстрее придет чувство насыщения, когда медленно кушаешь. Ну, и ужин. Ужин – это что-то мясное? А ужин, да, это вот до 6. Это мясо и какие-то овощи? Кусок мяса или с овощами, и все. И все, да. А потом вечером, если очень хочется кушать, ну, допустим. Если есть кефир, я пью стакан кефира. Ну, или молочек какую-то, ряженку я тут маме покупала. Ну, вот такую вот, да. Активию какую-нибудь. Да, активию, да. Активию, ряженку – это вот всегда. У нас почти молоко не пьет, потому что я боюсь. А так, если этого нету, то вот водейка, без сахара, без сахара абсолютно. Что у меня тут вот? А теперь здесь мандарин. Да, вот туда фрукты, мандаринку какую-нибудь, чай. Мандаринку кинул, да. И все. И вот так вот. А потом, если совсем хочется спать, вернее, кушать, спать, спишь, когда спишь, кушать не хочется. Да. Все. Самое главное, что маленькие порции. Даже уж если ешь какую-то вкусняшку, то это будет маленький кусочек. Попробую. А не целый. Ну, как бы попробовала, поела и все. Ну, опять же, это сколько же мне... Вот ты говоришь, а сколько мне это всего пришлось делать? Ну, долго рассказывала. Очень долго. Очень долго. И... И на меня обижалась. Да. Плакала. Вспомнила, что я... Это дочка блокадницы. У которой... Да, на самом деле, что... Вот тогда, когда очень хотелось хлеба. Вы не представляете? Если девушки помнят, вот бывают такие, когда беременные ходили, и вот что-то хотелось до трясучки, когда... Обычно это в первой же половине беременности, да? Ну, не важно. Не важно. Да, до трясучки, до полуобморочного состояния. И мне хотелось хлеба. А дома хлеба не было. Вообще. Да, только в этой ситуации немножко непонятно. Просто суть в том, что мама до своего похудения очень много ела хлебобулочных изделий. Булка с маслом, с вареньем. И у нас просто... Я покупала, батон улетал просто. За завтрак мама съедала большое количество. И я просто не купила. Нет, и купила половинку черного. Половинку черного хлеба. Потому что я, ну, я как бы говорила, говорила, говорила. Бесполезно, да. Вот. И я просто взяла, не купила. Мама... Месяц ничего, спокойно, хи-хи. Легко. Оказалось, это нелегко. Это был нервный срыв до такой степени, что я плакала, что я сказала, что это у меня все в генах, крови в генах. Поскольку у меня мама блокадница, для нее хлеб... Ну, ты-то... А, наверное, ты не помнишь бабушку, да? У нее была проблема. Ну, вот, как бы вот она пережила эту блокаду, и у нее вот, чтобы еда была, хлеб. Она никогда хлеб, кусочки хлеба никогда не выкидывала, ничего. Это, наверное, у всех блокадников такой пунктик, эта голодуха была. И вот. Я сказала, что это у меня в генах. Это мне передалось по наследству, поэтому у меня хлеб должен быть. Но ты бы стояла. А потом это прошло. А заменилось это, как раз это был мае месяц, а потом пошли фрукты, овощи. И это как-то заменилось. Да, я помню, что тогда в огромных количествах фрукты таскала. Да, я потом свое начала поспевать. Я на смородину подсела, крыжонник весь объела, курт. Смородину. То есть, в принципе, девочки, можно сказать, что я маму подтолкнула к тому, чтобы она начала худеть. Конечно, выслушивала про себя иногда. Да. Иногда выслушивала всякие гадости про себя. Ну, не совсем гадости, но все-таки обида была, плакала я в кукарас, втихаря. Да. Но... Кого сына? Сейчас ты на меня не обижаешься? Нет. Вот. Потом сказала, кстати, спасибо мне, мама, за это. За то, что подтолкнула. Нет, я просила прощения у тебя за обиду. За тот срыв. Когда я очень была обижена. За хлеб, да. Очень была обижена. Ой, ужас, 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 девочки. Стыдно, стыдно вспоминать. До такой степени стыдно. Просто, ой, это вообще. Я ее не оскорбляла, ничего, не говорила ни про детки и так далее. Не, ну то, что я про детки, ты сказала мне. Да, сказала? Только не про детка, а что-то. Очень нехорошая девочка. Да, да, очень нехорошая была. Очень нехорошая. Мне просто было стыдно, но это было стыдно через полгода. Через полгода, да, было стыдно. Вот. Ну вот я вообще, конечно, девочкам, не девочкам, которые в возрасте, конечно, можно похудеть, но... Тяжело. А никто не говорит, что это легко, что так замахнешь и все, да. Которые кричат, там, за месяц 25 килограмм, но я не знаю, девочки. Ну, скинуть-то можно, главное же еще удержать. А главное, да, не сорваться, а когда сорваться, а срываться можно... Ну ладно, на сегодня мы будем заканчивать такой болтологическую непонятно что. Я надеюсь, было понятно. Если что, вопросы задавайте. Да, вопросы задавайте, я маме все прочитаю и от ее имени вам отвечу. Да. Желаю всем удачи, девочки. Терпения, близких. И худеть нужно. Ой, да, вот это, девочки, худеть, ой. Да. Я на юге насмотрелась. О-о-о-о. Да. А потом удивляюсь, а почему мужики на гигбаб смотрят? Извини меня. Говорят, во-во-во-во, молодая. Я понимаю, там старухи, там на лекарствах сидят. Я понимаю, у кого гормональная какая-то. Я ничего не могу. Это все может быть. Это побочные эффекты лекарств, просто про них ничего врачи не говорят. Вот. Когда там ты набираешь, там принимаешь лекарства, там все, это все можно понять. Ну, извини меня, когда здоровая, красивая женщина. Да. Вот. Ну ладно, на сегодня мы будем с вами прощаться. Всех люблю, целую. Мы с мамой всех любим, целую. Да. Я продолжаю работать. Да, мама тут вышивает. Ура. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.